От Удмуртии и до Москвы. Творческая география российских представителей на фестивале «Славяночка» широка. Из страны-соседки в город над Богом приехали 24 коллектива, от Белоруссии – 15. На Брестской сцене юные артисты двух стран представили свои таланты в хореографии, эстрадном вокале, хоровом и сценическом искусстве. Фестиваль, безусловно, конечно же, вырос. Дело в том, что сейчас очень много стало принимать участие конкурсантов из Белоруссии, не только из Бреста, из Минска и с районов Белоруссии. Но также фестиваль пользуется популярностью у жителей России, конкурсантов. То есть россияне с удовольствием приезжают в Белоруссию. Фестиваль-конкурс «Славяночка» проходит в Бресте в пятый раз. Творческий проект организован фондом «Дети России». Задача самая благородная – выявление одаренных исполнителей из России и Белоруссии с целью дальнейшей поддержки их таланта и исполнительского мастерства. А еще сделать ближе молодежь из двух стран. Когда ребята приезжают на конкурс, они здесь находятся, они смотрят друг на друга, они знакомятся, знакомятся в социальных сетях, общаются. И это общение продолжается на многие годы. Я знаю, что некоторые коллективы дружны с коллективами из Белоруссии уже в течение пяти лет. И все же цель «Славяночки» – выявить лучших артистов. Белорусские коллективы составили хорошую конкуренцию российским талантливым детям. Потому что фестиваль – это своего рода творческий спарринг. Себя показать и других посмотреть. Было очень сложно готовиться, волновались. Конкурс для нас – это победа. Мы не умеем проигрывать, мы хотим побеждать, стремиться вперед всегда. Нам трудно будет проиграть, но мы стараемся выиграть. Брест – это очень красивый город, в нем очень добрые люди. Конкурс «Славяночка» – это очень хороший конкурс. Здесь дети могут проявить свои таланты, и тут можно выразить свои эмоции в танце. Для победителей и призеров фестиваля организаторы подготовили дипломы и медали. Но главный приз – мощный заряд творческого вдохновения – получат все без исключения участники «Славяночки». Ирина Альшова, Денис Ильичкович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...